здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева спрашивайте почему молчу но во-первых занята внутренними делами но материал готовила по сегодняшней теме отвечаю сначала на вопросы потому что полный обзор который готовила сначала операции z может не уместиться в этот фильм так для меня операции 23 февраля тоже была неожиданной поэтому сначала по вопросам которые задавали неделю назад ну и последние дни тоже задают постоянно о чем что ритуал все-таки удался напомнить тем что не в курсе что я поняла тему сатанинского ритуала на катке в днх 31 марта там запустили два потока по часовой против часовой стрелки вокруг фонтана дружбы народов и сам каток виде ключа а ствол ключа упирается в здание украинской с ссср назвали этот ритуал кольца сатурна ну его назвали флешмоб мы называем его ритуал кольца сатурна сегодня могу утвердительно сказать что это был именно ритуал направленный на войну на украине и казалось бы вот оно все есть война идет эту мысль я продолжу чуть позже запоминайте сюжетную линию далее были еще помельче ритуала сатанинский и на в днх и других местах а также музыкальный концерт был о конце света я это все у меня на канале это есть обзор то есть это нюги заводили механизм войны и конца света накачивали и грегор мы это отменяли и разрушали наполняли светом донбасс и украину и мы этот ритуал разрушили правильно но военные действия идут мне пишут значит не разрушили запоминаем 5 эту фразу идем дальше далее формула к 1 вид 19 ст сработала сработала что такое к единому виду человека разумного счастья благоденствия процветания слова твердо сработала к вид исчез а я напомню что в ноябре 2021 года голикова заявила своим скрипучим голосом что 2 февраля 2022 года начнется массовая уколизация и все должны быть окуярен и это все было внесено в госдуму для принятия закона вспомнили кто сейчас говорит про ковид на местах еще свирептуют отдельные фашисты и свои мечты по общей цифровизации не оставляют заставляет еще носить маски чтобы оставлять человека в этом рабском положении но но в свете сегодняшних событий все эти механизмы могут просто быть разрушены многие коды и москве по крайней мере отменяется петербурге отменяются системы взаимодействий рушатся то что должно было идти как по маслу теперь не работает с нами рвут связи европа и частично америка но америка как хитрый делец рвет не все связи и таки это не глобалисты а глобальная система который выстраивал швабр рвется это не вписано в его книжечку посмотрите мои обзоры по теме швабра путина несколько серий пандемия закончилась олимпиада в китае пекине закончилась к вида бесия началось китая животные панды милый мишка символ олимпиады панда сил символ адренохромщиков у детей подвергшихся сексуальным истязанием глаза панды коричневые круги под глазами пандемии закончилась чунга чанга чудо остров змеиной недалеко от крыма белой лаборатории не люди на острове змеи нам закончились уничтожены пандемии закончилась пан де мия мия кто такая мия 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 аббревиатура от миссинг и асчан пропавшие без вести в англоязычных текстах обозначает военнослужащих которые числятся пропавшими без вести во время военной службы обычно в ходе боевых действий во время войны статус мия означает что военнослужащие могут оказаться убиты ранены оказаться в плену или дезертировали вот поэтому панды мия пандемия пропавшими без вести панды закончили значит ли это что началась зачистка адренохромщиков или она подходит концу или она в середине или вообще что происходит возможно и то и другое третье время покажет теперь еще круг памяти к ситуации военных действий начало фашизации украинской ссср ссср уже оккупированные под управляйкой мы понимаем после после так называемого развала советского союза но еще не фашистской еще 2013 году на кричатике пели военные советские песни на 7 ноября я сама их слышала очень жалею что не скачала тогда это дело потому что это все потом убрали моментальным сначала 2014 года уже майданской куны в кружевных труселях хочу в европу нуланд с печеньками нуланд это нуль анда нулевая земля или лунанд израильский спецназ на крышах расстрелянный беркут военный переворот крым наш и донбасс который провел референдум за присоединение к россии не присоединили одесса 2 мая ритуальное показательное убийство сжигание тех кто сопротивляется фашизму убит олег бузина никто не наказан и война на донбассе несмотря на то что ополченцы побеждали брали котлы их останавливали постоянно били по рукам некто из россии из кремля с украины тоже естественно естественно и швейцария из европы из америки это все ребята это вся была одна игровая команда олигархи эти у кого на украине бизнес ребята в черных шляпах собирают гавах те же либералы и деятели не культуры вопили простите нас дорогие украинцы начали убивать донбасс самолет удар кондиционер взорвался горловская мадонна и 13 или 15 или более тысяч погибших русских людей на донбассе на украине у которой нет демаркационных границ она остается по факту советской республикой в составе юридического ссср на тняк сообщил представитель фашистской организации украина на заседании оон он сообщил примерно ну примерно говорю своими словами что ссср существует вот потому что рф типа незаконно ворует контент у нас у блогеров то есть получается что украина фашистская она законно рф незаконно а украина понадобится она законно вот так вот вот такие двойные стандарты часть донецкой луганской областей стали буфером между нацистской бандеровской украиной и россией жители лднр стали по факту заложниками лишь за то что хотели говорить на родном русском языке восемь лет они под обстрелами они имеют нехватку во всем но прежде всего нормальной жизни восемь лет их убивают они сидят подвалах когда идут обстрелы а остальной украине да и россии дела нет они называют лднр сепарами это с украины не людьми изгоями их надо бомбить атомным оружием так говорила юлия тимошенко это цитата найдены братские могилы замученных мирных жителей в том числе женщин детей это в 21 веке на донбассе где сражались молодогвардейцы опять фашисты нацисты бандеровцы шольц канцлер германии сказал что это не геноцид хи хи ну какой же это геноцид ну да это же не миллионы в газовых камерах шольцу явно не арийцу виднее родовая память началось с холодного лета 1953 года после того как были зачищены последние банды садистов нелюдей бандеровцев на украине хрущев проводит амнистию именно их они возвращаются в репродуктивном возрасте плодятся и плодят свою идеологию кто такой был хрущев бандеровцы целина кукуруза царица полей борщевик тополиный пух при нем впервые россии начинают закупать зерно у америки скажите кто такой хрущев на моем канале есть фильмы кто строил будапешт и шарикова 19 века я предполагаю я предполагаю да именно предполагаю что именно со второй половины 19 века проводились активные опыты по выращиванию генно измененных биолюдей каждой большой группе народностей на территории российской империи они были подсажены в селения в города для ассимиляции и последующего смешения с еще сохранившимися чистоту крови народностями к людям несущим ген бога я полагаю что были некие фирмы с детьми в пробирках суррогатной матери а бесхозных беспризорных детей в романовской россии было очень много думаю что подобные фирмы были и для европы и америки везде где была белая раса потому что садисты фашисты это преимущественно для белой расы и выведены на ее основе хотя в общем-то и в других странах и мусульманских странах тоже есть вот эти группы именно садистов головорезов с геном бога не заладилось что это значит эти биороботы почти как обычные люди и в мирное время ничем не отличаются от всех остальных заводят семьи и и носители измененных ген могут даже не знать почему они живут с такой ненавистью к русским или евреем или венграм или полякам или к своим собственным сородичем гена бога у них нет они бездарны несозидательные они хорошо занимаются торговли вот это не хорошо идет но больше ничего в общем то нет у них не чувство вкуса них ничего у них такого нет то что можно было бы назвать талантами от бога у них отсутствует эмпатия на сострадание сочувствие к ближнему моя хата с краю ничего не знаю и они убийцы по своему типу не убивают только из-за страха наказания но военных конфликтах они незаменимы для агрессии нападения а также для всех переворотов и цветных революций для полицейских функций на захваченных территориях это просто самый что называется смак я уже говорила в своих фильмах что каждый переворот выпускают уголовников и этих генно модифицированных из пробирок я говорила что это было на майдане в 2014 году на меня естественно налетели в комментариях с украины типа не было ничего зато сейчас опа опа америка европа и чё-то стало то же самое уголовникам отморозком дали оружие в городах в украине для чего для барона нет для террора мирного населения и грабежа так как любому адеквату понятно что никакой отморозок с оружием ничто перед военным профессионалом с оружием отморозок он силен лишь перед беззащитными гражданами детьми и для грабежа сегодня это продемонстрировано просто красочно что происходит в городах украины далее ритуал кольца сатурна на в днх 31 марта 2022 года и одновременно компьютерная игра сатурн 8 а там вспоминать ему фильм про он микрон фраза на выбор идешь налево умрешь идешь на право умрешь или стой на своем запоминаем стой на своем хрущев выпустил бандеровцев посеял фашизм который ждал своего часа кучма цитата украина не россия майдан нуланд нулевая земля украина ц европа сейчас их раз еще раз и еще много-много раз 75-летие победы в холодной войне это был у нас путин на 9 мая фраза нацизм победил советский народ казнить нельзя помиловать где будем ставить запятую кстати сказка 12 месяцев написал маршак в переводе кошмар наоборот спонсор нациста даниила хармса по совместителю детского писателя смотрите мой фильм на канале про нацистах хармса перед военной операцией z 23 февраля был в сети скандал по поводу того что молодую петербургскую учительницу симу выгнали из колледжа за то что она давала читать детям стихи хармса и вознесенского вернее сама она читала стихи хармса и вознесенского его коллеги был визг либералов сети мне кстати тоже защитники хармса много писали что я ничего не понимаю в искусстве я не понимаю замечательного хармса но это был знак а молодая учительница в кавычках тоже оказалась по личной истории очень мутная это некая сима сопрыкина а по факту сима казимова имеет судимость за тяжкое причинение вреда здоровью выгнали ее с формулировкой что она читала стихи врагов народа и фашистов это она сама написала в соцсетях это ее личная формулировка и так это однозначно знак того что фашистам объявлена война это было 8 февраля про симу сопрыкину и про хармса нациста статья называется полный хармс как директор гимназии из петербурга за один день стала врагом народа лишь из одного поста уволившейся учительницы в описании есть под видео будет и так 75 лет они считают что победили в холодной войне фаза развала страны ее экономики произошла но советского союза все заводы фабрики разрушены своего производства нет сырьевая база подняли китай за счет себя встроенной и полностью зависим от западных американских партнеров находимся под навозом пандемии панда миа миа пропавшие без вести уколизация маски ослабление иммунитета и следующая фаза агрессии горячая а перед ней сатанинские ритуалы причем все на февраль 20 февраля и целый месяц раньше до нелюдей наши предки праздновали и веселились перед весной новым солнцем новым севом водили хороводы влюблялись пели песни должно было быть замечательное настроение весь февраль но не получилось да вот это вот им удалось не получилось настроение они нам сбили на готовили что теперь я обращаю ваше внимание на мой предыдущий фильм по расшифровке омикрона что это буква еврейского алфавита айна что нам наметили 70 равинов которые управляют миром как они считают армагеддон на февраль они нам наметили армагеддон музыка конца света вот теперь приближаемся к самому главному к сегодняшней ситуации военной операции на украине нам готовили армагеддон нам кому нам ну хорошо бы всем сестрам по серьгам но россия однозначно а там как получится прав был александр владимирович пыжиков что украина эти земли эти территории малоруссии княжества польско-литовского всегда были плацдармом для нападения на большую великую русь что-то новое под луной теперь связи с текущей ситуации многие спрашивали мое мнение почему же я молчу потому что думаю как хорошо что операционной не пускают толпы родине когда проводится серьезная операция стоит мне вопрос жизни смерти пациента только подумайте идет операции хирург со скальпелем анестезиолог медсестра народня бегает вокруг толкают руку хирурга со скальпелем источно вопит они режьте не надо у него отрезали нет бросьте скальпель уберите руки от нашего больного родственника от брата нашего а нашей сестры пусть так и остается кровище много много отрезали операций тоже идет и что будет если толкать хирурга, оттаскивать анестезиолога, выбивать капельницу, а медсестер бить по рукам, когда она подает тампу на хирургу. Мое мнение, спросите у Донбасса. Мое мнение, я своим в спину не стреляю. Мое мнение, на чужом горбу в рай не въедешь. Еще раз спросите у Донбасса. Идет операция, не мешайте хирургу. Это не все, я только разошлась. Продолжение будет через пару дней. Подписывайтесь на все мои каналы, потому что YouTube могут в любой момент отключить. Подписывайтесь в соцсети, чтобы быть на связи. Впереди много интересного материала. Впереди много интересного. Впереди много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова